Разгляду питания заплаты и працы гандлёвых работников попередничало проведение мониторингу. Правсоюзные юристы их проанализовали, каля 40 коллективных погаднений. Средо основных зауваг отсутность конкретных терминов выплаты зарплаты и механизму ее повышения. У гандлёвых предприемствах зауваги пообещали улишить. Однако у дельники посаджения погаджаются. Значного вплыва на ситуацию гэты недопроцовки не оказывают. Да, были выявлены определенные моменты, которые, можно сказать, недостатки. Но они более имеют теоретический характер, чем практический. То есть, ввиду неграмотного изложения формулировок, несоответствия законодательству, хотя они практически никак не могут повлиять на ухудшение прав трудовых прав работников. Разом с тем, отриманные дельники не уличывают ситуацию у приватных гандлёвых кропках, где колькасть работников невеликая, а профсоюзных комитетов нема у вогулі. А про чатаго значный уплыв на померы заробков и своячасовость их выплаты часто оказывают такие факторы, як покупницкая сдольность насельництва и великая конкуренция. С гэтыми проблемами сёня сутыкаются усе. И поспеховость их выращения у значной ступени залежить от профессионализму администрации. Достаточно много крупных гипермаркетов, сетевых магазинов, которые предлагают широкий ассортимент товара. Но наше предприятие сегодня работает на то, чтобы улучшить ассортимент. Всем жителям города и гостям города представить все нужные товары в полном объёме, в частности, белорусских производителей. Всё это взаимосвязано даёт исполнять в полном объёме статьи коллективного договора, поскольку вы все прекрасно понимаете, что все социальные гарантии, которые сегодня предоставляют коллективный договор предприятия, конечно, слаживаются и с прибыльностью, и рентабельностью работы предприятия. Даречи, сгодно со статистичными дазинами, середняя зарплата работников гандлю у лепени этого года склала омаль 730 рублей.